Сам родитель, водитель не должен отвлекаться ни на секунду. Пока вот так посмотришь на ребенка, поверешься вперед, уже как-то на дороге меняется, так как дорога не зависит только от вас. Марьям Алиханова не только старшая акушерка Республиканского перинатального центра, она же и сертифицированный тренер по проведению тренингов по проекту детства безопасности. Она подробно рассказывает и показывает будущим мамам, как правильно, а самое главное, безопасно перевозить малышей, начиная с первой поездки, выписки из роддома. Проект выпущен для того, чтобы три раза уменьшить детскую смертность на дорогах и травматизм. Я как тренер, я уверена, что это мои тренинги, проведенные в нашем центре, повлияют не только на статистику нашего региона, так и по всей России, иншаллах. В успешность проекта верит и Гулизар Салихова. Она в ожидании своего первенца внимательно слушает всю информацию, которую получает во время инструктажа. Конечно, я думаю, такую информацию я вне больницы вряд ли получила бы, если бы сама никакие источники не открыла и даже, может, не задумалась об этом. А здесь все подробно, все рассказали, все описали, можно сказать. Еще продоставили такой материал и светящиеся наклейки, так сказать, которые, наверное, в ночное время суток окажут большую пользу. Ночь – это самое опасное время суток, когда больше всего происходит аварий на дорогах. Каждая пятая ДТП происходит именно в темное время суток. Меньше чем за 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано больше тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10-36 человек и ранены более полутора тысяч. Эти и другие цифры были озвучены на пресс-конференции начальника республиканского ГИБДД. Проведенный анализ по-прежнему показывает, что более половины дорожно-транспортных происшествий – это столкновения транспортных средств, 22% – это наезды на пешеходов, 8% – опрокидывания, остальные 20% составляют как наезды на препятствия, стоящий транспорт, так и наезд на животных, что является тоже одной из нерешаемых проблем в республике. Только на прошлой неделе на дорогах республики произошло более 30 ДТП, в которых погибли 13 человек, а 37 получили ранения. Тревожной остается и ситуация с количеством столкновений по вине молодых водителей. Допущен рост числа ДТП по вине молодых водителей, что говорит о некачественной подготовке кандидатов. В 101 ДТП погибло 8, ранено 148 человек. Прирост по количеству ДТП и количеству раненых – более 50%. Основными видами ДТП по вине молодых водителей, мы их считаем водителей со стажем до 2 лет, являются, как и основные виды дорожно-транспортных происшествий, столкновения, наезды на пешеходов, опрокидывания, наезды на препятствия. Силами лишь одной госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму – задача всего общества в целом, а также каждого участника дорожного движения в отдельности. Дорога сопряжена с опасностью. Здесь нет места самоуверенности и беспечности. Помните об этом, и ваши поездки станут безопасными. Напоминают ДИБДД. Асиль Манапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Ахачкала.